Однажды я сидела за одним столом с человеком, которого видела впервые, но с которым получилось очень глубокое общение. И за три часа общения за одним столом мое тело физически трясло. Я проживала такие процессы, которые я даже не знала об их существовании. И после всего лишь одного этого общения в мою жизнь пришли осознанные сны, в мою жизнь пришли сны о прошлых жизнях, в мою жизнь пришла устремленность к познанию себя. И эта история о том, как присутствие высоковибрационных людей в вашем кругу даже ненадолго, даже всего лишь одного человека может кардинально поменять вас, вашу судьбу, вашу энергетику и вашу жизнь. В другой раз я на выходные уехала на ретрит по йоге всего лишь два дня. Но в результате этих двух дней я совершенно безусильно перестала есть мясо. Я не захотела к нему вернуться, потому что мне настолько понравилось жить на вегетарианском питании, что в следующие семь лет я не употребляла мясо. И это тоже про силу окружения. Почему я сейчас про это говорю? Потому что в этом видео я хочу поделиться с вами о том, какие главные ключи повышения вибраций существуют и доступны каждому из нас. Но давайте сначала немножко о том, зачем вообще повышать вибрации и что это в конце концов такое. Каждый человек является не только телом, но и энергетическим полем. И это не является уже эзотерической информацией, это уже доказано научно. Еще век назад появилась кирлянская фотография, которая стала отражать то, что каждый человек излучает сияние. И это сияние разное, у меня есть свои особенности. И в конечном итоге то сияние, которое излучает каждый человек, можно энергетически описать. Ощущается это так, что разные люди живут в разных реальностях. Я думаю, что вы замечали, что в одном и том же городе, даже в одной и той же квартире, в одной и той же семье, один человек может жить в абсолютно тяжелой, некомфортной, неудобной реальности, где все плохо, где постоянно все вокруг борьба, где есть болезни, неудовлетворенность, страдания и весь набор негативных эмоций. В том же самом городе, в той же самой квартире может жить другой человек и видеть вокруг только красоту, только гармонию, только радость, видеть величайшую мудрость во всем, что происходит, видеть смысл в каждом действии, в каждом проявлении и чувствовать счастье от того, что этот человек просто есть. Реальность этого не меняется. Та же квартира, тот же город, те же люди, та же страна. Но субъективная реальность этих двух людей диаметрально противоположна. Они просто разные. И вот это как раз про то, в какой вибрационной реальности человек живет. Наше сознание подобно радио. В пространстве вокруг нас огромное количество радиоволн находится одновременно. И настраивая свой радиоприемник, мы можем слушать классику, а можем слушать тяжелый рок, можем слушать новости, можем слушать последние сводки мира бизнеса. В общем, абсолютно широкий спектр возможностей, в зависимости от того, на что вы настраиваетесь. И точно так же с восприятием жизни. Каждый из нас способен настраивать себя. Кстати, слово «настроение» — это подсказка «настрой», настроить себя. Настраивать себя на ту или иную вибрационную реальность, на ту или иную чистоту пространства. Настройка эта происходит через резонанс, то есть она происходит автоматически. Иными словами, мы получаем то, что изучаем. Наша реальность такова, какими являемся мы. Если в нашей реальности все плохо, это про то, что нужно внутри наводить порядок. И всегда, если вы видите вокруг, что что-то идет не так, первое, что нужно сделать, это проверить, что не так внутри. Но здесь я уже немножко вышла дальше. Мне хотелось вам изначально просто прояснить, что это такое вибрационная реальность и что такое вибрации человека. Вот вибрации — это та сонастройка с миром, которая есть у человека на этом этапе, на этот момент. И вибрации человека отражают его реальность, а также отражают качество энергии его поля. В поле одного человека, то есть присутствие рядом с одним человеком, вы чувствуете спокойствие, гармонию, миротворение, вдохновение, позитивные эмоции. В поле другого человека вы чувствуете напряжение, раздрая, борьбу и клубок негатива. И вот это является отражением вибраций. Причем это вне зависимости от того, что человек говорит или думает. Человек может говорить о духовных вещах, но излучать постоянную борьбу и сопротивление. Человек может не знать ни слова про эзотерику, но нести в мир абсолютную любовь. И поэтому смотрите шире, чем знания тех длинных духовных истин. Чувствуете своим существом, если вы встречаете другого человека, как он вибрирует, как вы ощущаете себя в его пространстве. И говоря о собственных вибрациях, цель повышать вибрации связана с устремлением к проявлению все более гармоничного, целостного, счастливого, ресурсного и несущего блага качества самого себя. Когда человек находится вот в этом качественном, ресурсном состоянии, когда он сам счастлив, он дарит этому миру несравнимо больше. Он может даже ничего не делать в плане конкретных действий, но одним своим изучением помогать этому миру в развитии и нести благо своим присутствием. Вы знаете, что есть такие святые, например, Амма, которая занимается тем, что едет по миру и обнимает людей. Что она делает? Она просто с помощью своих вибраций включает людей, она включает им сердца, помогает раскрыть сердца людей, тем самым меняя вибрационную реальность людей. Так вот, теперь, когда мы поговорили о том, что такое вибрации, как их почувствовать, как понять, в какой вибрационной реальности вы находитесь, можно поговорить о том, как повышать свои вибрации. Вообще существует целый спектр, описанный разными людьми, того, какие вибрации возможны, они измеряются в герцах, они описываются состоянием, они начинаются с самых тяжелых, низкочастотных, таких как уныние, стыд, тоска, печаль, гнев, то есть вот этот весь низкочастотный спектр. Затем через более спокойные состояния вверх в экстатичные, в состоянии безусловной любви, в состоянии соединенности со всей жизнью и глубочайшего умиротворения, радости, благодарности, вдохновения. И вот это является отражением вибрационной реальности. Устремление повышать свои вибрации — это фактически устремление повышать качество своей жизни, это устремление видеть все более красивую совершенную реальность вокруг себя и чувствовать ее внутри себя, и одаривать мир этим более качественным состоянием. Поэтому цель эта достаточно благостная, важная, нужная, и есть несколько способов, как можно ускоренно повышать свои вибрации. О первом способе я вам уже рассказала в своем примере, о том, что самый быстрый способ подняться в вибрации — это быть в поле более высокочастотных людей. Дело в том, что мы с вами являемся сообщающимися сосудами, наши энергетические оболочки не являются полностью закрытыми, они обмениваются энергиями. Я думаю, что вы замечали, что иногда у вас может быть хорошее состояние, а у другого человека, наоборот, плохое настроение, и он может этим плохим настроением заразить вас и уронить в более низкочастотное состояние. А иногда, наоборот, даже есть такие ролики в Ютубе, когда человек заходит в вагон метро, например, и начинает смеяться, и через несколько мгновений уже весь вагон смеется. И весь принцип ашрамов в Индии построен на этом, что есть учитель, который создает мощное поле, к которому приезжают люди и поднимаются просто от его присутствия. Это очень легкий принцип, который в восточной культуре называется прямая передача. И заключается он именно в том, что вы резонируете с другим вибрационным полем, настраиваетесь на это и через это поднимаетесь сами. То есть это подобно камертону, относительно которого вы выстраиваете собственные вибрации, и затем, проживая опыт в этом новом качестве, он в вас прорастает, проникает, и в итоге становится вашим, вы его усваиваете, делаете своим. И тогда ваши вибрации становятся выше, более стабильно и без присутствия человека. Вначале, конечно, может присутствовать та или иная степень зависимости, особенно если речь об учителе, когда сам по себе человек в своем низкочастотном окружении не находит достаточно опоры в себе, и его часто сбивает в его низкочастотном окружении. И тогда, когда он находит некий якорь в учителе, или в каком-то наставнике, или в друге с более высокими вибрациями, вот происходит некая как бы зависимость от того, чтобы, знаете, как глоток свежего воздуха, что хочется вот в поле этого человека быть максимально для того, чтобы вдохнуть полной грудью, ощутить жизнь, ощутить ее качество, ощутить эту гармонию, эту легкость, это вдохновение. И потом, когда человек уходит из этого поля, он снова как бы проваливается, потому что он еще не подтвердил это качество самостоятельно, без поля другого человека. И тогда он сталкивается с тем, что нужно самому дойти. И в этом тоже есть большая ценность, потому что это получается, знаете, как ориентир, как некий аванс, когда человек побыл в более благостном поле, почувствовал, понял, что, о, классно, мне так нравится, да. И дальше у него появляется мотивация дойти до этого состояния самостоятельно, дойти до раскрыться до этого состояния и начать в нем жить постоянно, без относительного присутствия тех или иных людей. Но также очень важно в целом окружать себя благостными людьми для того, чтобы не приходилось постоянно прилагать усилий для гармонизации негативных состояний. К сожалению, в современном обществе абсолютное большинство людей находится в том или ином виде, формате борьбы. То есть очень много в целом негативных эмоций нас окружают, и наша система, наша культура так или иначе это культивирует. Зачем и почему это отдельная большая тема, сегодня мы не об этом. Но тем не менее, если вы сфокусированы на том, чтобы создать для себя максимально правильные, подходящие условия для эволюции, очень важно фокусироваться на том, чтобы окружать себя созвучными людьми. И поэтому обязательно необходимо прилагать усилия, чтобы ездить в какие-то пространства, какие-то сообщества, где вы можете встретить таких людей, ездить в эзотерические путешествия, ходить на какие-то семинары, ходить на регулярные занятия всевозможными духовными практиками или творческими практиками, или другими, может быть, искусством, другими типами деятельности, где с большей вероятностью встретите своих, тех, с кем вам хорошо, тех, с кем у вас происходит расширение. Когда два человека или больше людей входят в состояние резонанса, у них у обоих повышается уровень энергии, появляется вдохновение, появляется сотворчество, появляется импульс двигаться вперед, и это мгновенный скачок по вибрациям вверх. Поэтому первое, на чем обязательно стоит фокусироваться, когда вы хотите эволюционировать, когда вы хотите поднимать свои вибрации, когда вы хотите менять качество своего состояния и своей жизни, это окружайте себя самыми высокочастотными, созвучными людьми, какими вы только можете. И чем больше таких людей в вашем окружении, тем больше у вас поддержки, тем больше у вас ресурсов, тем больше у вас опоры, тем больше у вас возможности эволюционировать. И пусть в вашем окружении также обязательно будет хотя бы один человек, а лучше больше тех, кто находится существенно выше вас по вибрациям для того, чтобы вас поддерживать. Если у вас нет возможности физически быть рядом с такими людьми, добирайте эти вибрации доступными вам способами. Ютуб прекрасный вариант, когда вы можете через видео сонастроиться с вибрациями другого человека и хотя бы таким образом напитаться этой энергией. Идеальный, оптимальный вариант это когда 30% вашего окружения вас слегка опережают по развитию и вам есть куда стремиться, куда тянуться. 30% немножко не дотягивают, ну то есть наоборот ниже вас по уровню вибрации и развитию и с этими людьми вы можете делиться, их одаривать и реализовывать свои потребности в передаче знаний. И серединка, основная часть это те люди, которые находятся с вами примерно на одном уровне, с кем вам комфортно, с кем вам удобно, с кем вам в резонансе, с кем вам в сотворчестве. И тогда у вас получается такое идеальное равновесие в жизни, когда вам есть куда устремляться, есть с кем делиться и есть где чувствовать себя в своей тарелке. Я желаю вам найти именно такое окружение для себя, поддерживать его и развивать. Но это был лишь первый способ повышения вибраций, есть еще гораздо больше. Второй способ повышения вибраций это быть на природе. Наше современное общество просто переполнено информационными потоками, всевозможными технологиями. И это неплохо, это отражение того, что мы эволюционировали вперед. Всего этого бы не произошло, если бы наше сознание не дотянулось до этого. Поэтому духовный прогресс всегда идет вместе с техническим. Ну, скажу так, не всегда, но в нашем обществе технический прогресс не может уходить вперед, если ему не соответствует духовный. И поэтому всего того, что сейчас очень мощный скачок расширения сознания по всей планете, то есть медитацией занимаются сейчас, наверное, все, кому не лень практически, или пробуют, или интересуются, то именно это позволяет нам быстрее развиваться как общество. И это все замечательно, но один из побычных эффектов этого заключается в том, что люди привыкают жить в абсолютно искусственной среде. Они уходят от природы, особенно в больших городах. И это сбивает настройки. В то время как природа находится в абсолютной гармонии сама по себе, она обладает способностью самоочищаться, балансировать себя. И природа является для нас мощнейшим инструментом гармонизации и исцеления. Поэтому очень полезно для повышения своих вибраций регулярно проводить время на природе, и лучше всего в уединении, для того, чтобы происходил энергетический детокс. Что это означает? Это означает, что когда вы находитесь на природе, то есть в энергетически чистом пространстве, из вашего поля начинают выходить чуждые вам энергии, чужие энергии, энергии эгрегоров, всевозможных, энергии других людей, которые вам не нужны. В общем, вся та энергетически отравляющая ваше пространство информация, она информация и энергия. Она выходит из вашего пространства, когда вы позволяете себе побыть в уединении, скажем так, повариться в собственной энергии, попребывать в этом собственном поле вибрационном. Это помогает выстроить настройки со своей сутью, помогает почувствовать себя, помогает почувствовать свой вектор, что в моей жизни сейчас истинно, что ложно, то есть провести такую внутреннюю инвентаризацию своей жизни, и при этом расслабиться и наполниться гармонизирующими энергиями природы. Общение со стихиями в целом это очень благоприятно, этим пользуются все религии, все традиции в мире. Очищение пространства огнем, зажигание свечей, раскуривание всяких ароматических деревьев, взаимодействие с водой, элементарно даже просто душ, очищающие процедуры, я уж не говорю про баню, купель и всякие другие вещи. Просто поплавать в реке, если есть возможность, пройтись босиком по снегу. Все то, что нам доступно в наших условиях, там, где вы живете, любое взаимодействие с природой, это всегда ресурсно, всегда раскрывает, очищает, исцеляет и помогает быть в гармонии, в резонансе с собой. Поэтому это очень важный инструмент номер два для повышения своих вибраций. Еще и потому, что на самом деле Земля сейчас, в настоящее время, вибрирует выше, чем большая часть человечества. То есть на природе вы находитесь в большей гармонии, чем в центре мегаполиса априори, просто потому что вибрация пространства другая. И поэтому не забывайте пользоваться этим инструментом и вписывать себе в расписание, в график время на природе. Идеальный вариант, на самом деле, жить на природе. Для того, чтобы для вас это не требовало никаких усилий, чтобы вы просто просыпаясь утром могли выйти во двор и подышать, встретить лучи утреннего солнца, пройтись босиком по земле и неважно в какой сезон. Я понимаю, что это доступно не всем, но я описываю идеальный вариант, к чему можно было бы стремиться. А если этого нет, то окружите себя цветами в вашем доме, растениями и обязательно планируйте выезды на природу, хотя бы в ближайший парк. Все, что вам доступно, пользуйтесь этим обязательно для своего развития, для эволюции, для гармонии, здоровья, молодости и наполненности в своей жизни. Это был инструмент номер два, а теперь мы переходим к третьему инструменту. Инструмент номер три – это музыка. Музыка тоже обладает колорфальным влиянием. Музыка способна нас настроить на разные состояния, вы это прекрасно знаете, когда вы слушаете одну песню, вы сонастраиваетесь с ней, попадаете в состояние этой песни, слушая другую музыку, вы попадаете в совершенно другое состояние. И поскольку вы сами решаете, какую музыку слушать, вы этим можете управлять. Это не означает, что какая-то музыка плохая, какая-то хорошая. Вся музыка нужна нам. Есть музыка очень разрушительная по своей природе, и она энергетически может разрывать вообще поля человека в силу своей деструктивной вибрации. Но на определенных этапах человеку может быть нужна именно такая музыка для того, чтобы вытащить из себя какую-то боль, для того, чтобы прожить какую-то свою трансформацию. Поэтому в этом мире нет ничего плохого или хорошего, есть инструменты для разных задач и разных целей. И поэтому, когда вы проживаете трансформацию, дисгармоничная музыка может быть вам полезна в том, чтобы вытащить из себя эту энергию. Например, представьте, что человек, молодой или девушка, расстался со своей возлюбленной, возлюбленным, и чувствует себя плохо, но не может это из себя вытащить. То есть оно было подавлено, нас же учат это все скрывать, подавлять себе, и вот оно сидит зажато. Вот в таком состоянии, если поставить мелодию, которая взывает к этим эмоциям, которая позволяет достать из себя это, она может помочь выплакать эту боль, вытащить ее из себя и пропустить, выпустить ее из тела, и таким образом стать более свободным, более спокойным. То есть в данном случае это инструмент. Но также это инструмент перехода в нужное состояние. То есть музыка может стать инструментом настройки для более радостного ресурсного состояния, для более любящего состояния. для более гармоничного состояния. И, слава богу, сейчас уже очень много людей это осознают, и вокруг нас существует огромное количество разной музыки, которая помогает реализовывать те или иные задачи, раскрывать сердце, гармонизировать себя, повышать вибрации. То есть есть медитативная музыка, она обычно очень такая нейтральная, очень спокойная, в ней нет жестких ударных, никаких жестких рвучих звуков, но именно она позволяет нам вибрационно подняться и обнаружить себя в более целостном, спокойном, качественном, сбалансированном состоянии. Не всем эта музыка нравится, потому что вибрационно не все находятся с ней в резонансе, но проводить свои эксперименты на эту тему, ставить фоновую музыку во время работы, во время каких-то домашних занятий, просто в машине, просто перемещаясь куда-то, как инструмент настройки, это может быть очень ресурсно и действительно повышать вибрации. Также музыка может помочь справиться с дисгармоничным состоянием, когда вы находитесь в каком-то вот нересурсе, в каком-то раздрайве, можете просто поставить гармонизирующую музыку и перенастроиться, таким образом пройдя необходимость, продолжать проживать этот дискомфорт. Это был инструмент номер три, музыка. И давайте перейдем к четвертому инструменту. Четвертый инструмент повышения вибраций — это качественная информация. Очень важно окружать себя более высокочастотной информацией, то есть подгружать в себя, если быть точной, подгружать в себя, в свои шаблонные мышления, информацию более высокого качества, более целостную, то есть та, которая помогает найти место всем аспектам жизни, та информация, которая помогает найти отражение ответов на ваши вопросы, помогает ответить на что-то, что не было допонято. То есть есть очень такая сугубо практичная информация, она тоже важна, нужна, и важно развивать различные навыки, то, что вам интересно, то, что вам актуально. Можно учиться очень многим вещам, и это прекрасно и здорово. Но с точки зрения эволюции, повышения вибраций, речь идет именно о той информации, которая позволяет разрешить внутренний конфликт, которая позволяет понять, как все устроено в этом мире, как все работает, как работает законы Вселенной, как работает энергообмен между людьми, вот все вот эти аспекты, которая позволяет вам создать такую целостную картину мира, в которой при возникновении любой трудности, любого вызова, вы можете найти правильный ресурсный обзор этой ситуации. Что имеется в виду? Имеется в виду, что любое даже негативное состояние, любая даже негативная ситуация в большой картинке является для нас благом. И по-другому быть просто не может, потому что все в этом мире служит нашему развитию. И до поры до времени, пока человек эту мыслеформу себе не загрузил, не стал так думать, сущностно, действительно, он находится в борьбе и сопротивлении. С ним произошел какой-то дискомфорт, что-то пошло не так, как хотелось, и эго начинает с этим бороться, личность начинает с этим бороться, начинает взывать, да как же так, да почему что-то это происходит, ну и разные из этого могут вытекать состояния, стыд, вина, борьба, гнев, все что угодно. И пока у нас нет правильных мыслеформ в голове, у нас как бы получается, что нет из этого выхода. Человек постоянно тогда борется со всем, что идет не так, как ему бы хотелось. И, конечно же, это не способствует росту вибраций. Качественное мышление, правильные мыслеформы, которые позволяют вам создать больше гармонии, они помогают вам видеть любую ситуацию, как вызов для развития, а также как возможность сделать шаг на новый уровень. И это действительно так, каждый кризис – это шаг на следующий уровень. Поэтому если с вами происходят кризисы, это только о том, что пришло время качественно менять свою жизнь. И это благо, это возможность, это ступенька, которая говорит, сделай шаг вверх. И в кризисе у каждого человека есть возможность сделать один из двух выборов. Первый выбор – это сжаться, закрыться, отказаться и в сопротивлении отодвинуть эту возможность. И тогда человек падает вниз. Он закрывает себе возможности дальнейшие, до какого-то этапа, до следующей ситуации выбора. Если же в период кризиса человек, понимая, что это служит его благу, понимая, что это дар, который нужно раскопать, раскрыть, найти ответы, принимает это с благодарностью и говорит, классно, я теперь смогу больше для себя понять по этой вопросу, по этой теме, начинает раскапывать этот клад, то он обретает несравненно больше. И любой человек, который успешно проходил кризис, может сказать, что это в дальнейшем стало источником силы для него. И если вы вспомните любые свои прожитые испытания, вы знаете, что для вас это постфактум ресурс, потому что вы с ним справились. Так вот, в этой точке кризиса, когда вы делаете шаг вверх, как это выглядит, это шаг в принятие, в благодарность, в исследование того, в чем здесь возможность, в чем здесь мой урок, и в конце концов, в расширение за рамки старых ограничений. То есть человек, который качественно проходит кризис, он появляется на новой ступеньке, и у него появляются новые, более расширенные возможности. Возможности внутренние, возможности внешние. Но в любом случае это точка роста. Любой кризис – это точка роста, из которой можно выйти в качественно новое состояние. И очень важно, чтобы ваши мысли автоматически срабатывали именно в этом ключе, чтобы видели такую большую картинку мира, которая помогает вам любой кризис проходить в плюс, а не в минус. И если вы подгружаете в свою голову, в свой ментал, именно такие мысли-формы, если вы выгружаете оттуда с помощью разных практик, все ложные, все ложные ограничения, коробочки, правила, догмы, социальное давление, какие-то кармические родовые истории, которые вам больше не нужны, если вы освобождаетесь от этого, и добавляете в свое мышление более расширенное и целостное восприятие жизни, в этом случае каждый кризис для вас – это на самом деле праздник. Праздник роста, праздник возможностей – это тьма перед рассветом, то есть это предвкушение рассвета, можно так сказать, когда в ваших мыслях именно такое отношение к вашим кризисам, они проходят легче, проходят быстрее, и вы не тратите на этом столько же сил и столько же времени, как те люди, которые сопротивляются кризисам. Это была четвертая техника повышения вибраций, и я хочу с вами поделиться еще пятой техникой того, как можно повышать вибрации. И это любовь. На самом деле любовь, она входит во все, что было сказано. Любовь – это базовая энергия, из чего соткана все мироздание. Любовь – это то, без чего не может существовать этот мир. И возможно состояние для каждого человека, когда это ощущается всем существом, когда ты понимаешь, идя по траве, что она тебя любит, что каждая клеточка окружающих тебя существ живых вибрирует этой любовью. Все в этом пространстве призвано служить проявлению любви. И когда мы стремимся в реализации к этому состоянию, когда мы ищем любовь во всем, что есть, когда мы даже в испытаниях ищем, что в этом тоже есть любовь, а это действительно так, это любовь, которая позволяет нам расти, когда мы устремляемся жить в этой любви и принимать жизнь такой, какая она есть, когда мы фокусируем своё внимание именно на этом, а где внимание, там энергия, мы постоянно приумножаем любовь в своей жизни, в этом мире, и естественным образом, конечно же, это повышает вибрации. То есть на Западе в Америке есть такое расхожее утверждение, расхожая практика при принятии решений спросить, а что бы сделал Иисус? «What would Jesus do?» У них очень много этого, есть даже наклейки на машинах с этой аббревиатурой. Мне нравится перефразировать эту фразу, как ориентир по жизни, «Что бы сделала любовь?» Вот в каждой ситуации, когда вы встречаетесь, можно пройти её с этим вопросом, «Что бы сделала любовь на моём месте в этой ситуации?» И тогда вы автоматически через саму эту фразу, через само своё устремление внимания в эту сторону, не в борьбу, а в любовь, вы делаете шаг вверх. И это в том числе такой небольшой ответ на предыдущий вопрос, да, «Как проходить кризисы?» Спрашивайте себя, что бы сделала любовь в этой ситуации, и вы будете видеть наилучшие потенциалы, наилучшие возможности. Ну и хотелось бы добавить, что если вы будете применять все эти инструменты, и качество вашей жизни обязательно будет меняться, что вы будете идти по наилучшему, наивысшему плану своей души. Дело в том, что каждая душа, когда планирует свой приход, она прописывает одновременно много-много-много сценариев, которые могут происходить как потенциалы. Но проживаем мы из них тот, который соответствует нашему вибрационному качеству, потому что в действительности решение принимается не головой, а состоянием. То есть в зависимости от того, в каком вибрационном состоянии мы находимся, такое решение мы и принимаем. Приведу пример. Девушка встречается с молодым человеком, и он делает ей предложение. И девушка внутри себя чувствует, что это на самом деле не ее мужчина. Ну то есть она шла в это исследование, ей было интересно с ним общаться, она в хороших с ним отношениях, но она чувствует ее суть, чувствует, что это не ее выбор, не ее мужчина. И она стоит в этой точке выбора, где ей там общество, родители, страх, говорят, иди замуж, потому что хороший человек, потому что все прекрасно, вы там уже в отношениях, у вас все нормально, какие проблемы, иди замуж. Но это решение из страха на самом деле. Потому что а вдруг, если не будет другого мужчины, а вдруг ты там замуж не выйдешь, а вдруг детей не родишь, а вдруг там не такие мужчины будут попадаться в будущем. Состояние же в любви, слушании себя, оно такое, оно больше про доверие, там нет подтверждений, но есть внутреннее чувство, что есть другой человек для меня. И вот в этой точке выбора она делает выбор не мозгами, она делает выбор не головой, она делает выбор своим состоянием. Если она падает в страх, если она падает в давление, окружение, она выйдет замуж за этого человека, и ее сценарий жизни пойдет определенным образом. Если же она пойдет в раскрытие, в любовь, в понимание, что мир забилен, что ее человек от нее никуда не денется, что есть наилучший путь для ее души, тогда она с огромной благодарностью и уважением скажет, я тебя очень ценю, я тебя очень благодарна за все, но я понимаю, что я внутренне, наверное, все-таки не готова, я кого-то другого жду. И это будет более честно, это будет более высокочастотно, и это направит ее жизнь по другому сценарию, где она встретит своего человека, потому что она вибрационно перенастроилась в другую реальность. Так вот, в зависимости от того, в каком состоянии мы находимся, выстраивается полностью наша реальность. Взаимоотношения с близкими, работа, реализация, здоровье, вы же прекрасно все знаете, сейчас уже об этом очень много исследований, о том, что чем более счастливый человек, гармоничный, тем более он здоров, как правило, тем в большем равновесии находится его физический носитель, его тело. Поэтому чем более высокие вибрации, тем более высокое качество жизни во всех аспектах, чем более низкие вибрации, тем более сложные жизненные развилки, тем более больше присутствует борьба в жизни, дискомфорт, ограничения, недовольтворенность и так далее. Поэтому если есть какой-то универсальный вектор устремления в своем пути, в своей эволюции, этот вектор повышать вибрации доступными вам способами, проходя свои уроки души, окружая себя нужными людьми, окружая себя природой, окружая себя гармоничной музыкой, информацией, достойно проходя свои испытания, зная, что все служит вашему благу, а также направляя свое внимание в любовь, вы создаете из своей жизни красоту, вы создаете из своей жизни наилучшую версию из возможного, а также одариваете мир этим качеством. Ну и еще хотелось бы добавить, нюансы о некоторых деталях, которые также разными вчителями напоминаются как очень важные. Такие вещи, как питание, одежда, выбор косметики, употребление пластика в обиходе, насколько это влияет на вибрации. Это влияет на вибрации, но лишь до какой-то степени. Дело в том, что ваше сознание многократно мощнее любого внешнего влияния. И поэтому на одном этапе переход в вегетарианство или в сыроедение является очень положительным для ваших вибраций, а на следующем этапе может нести разрушительные свойства, потому что в какой-то момент ваше тело, а если вы уже научились его слушать, вы поймете, вы услышите это, ваше тело может сказать, что нет, мне подходит другое питание, мне подходит другой образ жизни, чем вы от ума ему начинаете диктовать. Поэтому есть доля истины в том, что у нас влияет все, на нас влияет одежда, это действительно так. Если вы носите искусственные ткани, которые подобны пластику на вашем теле, это научно доказано, это очевидные вещи, это ухажает состояние кожи, не дает возможность спорам нормально работать, дышать и так далее. Если вы носите натуральную одежду, если вы выбираете комфортные вам цвета и принты, чтобы они не были, например, ну какими-то такими жесткими, все влияет, слова на вашей одежде влияют. Я на каком-то этапе даже срезала ярлыки, потому что это же программирование. Представляете, у вас прямо на вашем теле, где-нибудь там, где находятся чакральные центры, стоит какой-нибудь информационный штамп. На эти темы можно заморачиваться. Я в свое время срезала ярлыки и писала руны с необходимой мне информацией на одежда, ну вот там, где ярлыки. Это влияет, но в конце концов ты понимаешь, что это влияние лишь часть. Гораздо важнее состояние сознания. Но если вы хотите уж совсем в это глубоко идти, то да, еда влияет. Но здесь я бы сказала, что речь скорее идет не о том, чтобы ограничить себя и перестать есть животную пищу, например, а скорее о том, чтобы слышать свое тело и выбирать максимально качественную еду. Я очень много видела перекусов и на каком-то этапе сама в него попадала. Того, что человек, например, перестает употреблять мясо, но начинает употреблять огромное количество мучного и сладкого. Очень много йогов живут именно таким образом. То есть им нельзя есть мясо, но при этом нет никаких ограничений по поводу употребления всякой выпечки, печенья и всего остального. И человек начинает индульгировать в этом или пьет очень много молока и так далее. Или ест переработанную пищу. На самом деле самая ресурсная это, конечно же, живая еда, безусловно. Все то, что напитано праной. Чем более она свежая, эта еда, если она только что сорвана с дерева, а если это еще дерево в вашем саду, которое вы вырастили, это максимально полезная еда, какая только возможна. Потому что это дерево вибрационно устраивается с вами, с вашим полем и начинает в это свои плоды добавлять именно те микроэлементы, которые нужны именно вам. Об этом очень хорошо написано у Анастасии из «Венящих кедрах России», если вы знакомы. И, кстати, я вам хочу дать практику сегодня о том, как определить полезность еды для вас. Для этого вам придется воспользоваться маятником. Если вы никогда не работали с маятником, могу порекомендовать мой курс по развитию интуиции, где я подробно об этом рассказываю. Но в целом, в качестве маятника вы можете использовать любое обычное кольцо и любую хлопковую ниточку. Настроить сначала маятник на свои ладошки. Ладошка излучает вибрацию, здесь находится чакра. И спросите маятника, что такое да, что такое нет. Он будет вращаться определенным образом. Вы запоминаете это да, нет, не знаю. То есть проводите калибровку. Обращайтесь к своим наставникам, высшему я. Освещайте маятнику сердца, то есть поддержите у сердечной чакры, освещайте его. Предварительно очень хорошо маятник очистить, то есть поддержать в проточной воде. Затем осветите сердечным центром, то есть настроиться своим существом. Затем калибровать на ладошке, то есть вы смотрите ответ да, нет или нет ответа. Разные могут быть движения именно вашей сонастройки. И после этого можете задавать вопросы. В частности, что касается еды, вы можете брать продукт и спрашивать, брать шкалу, например, 100%, где 100% это максимально-максимально полезная для меня еда. 0% это минимально полезная еда, то есть или балласт, или вредоносная, то есть совсем ненужная. Конечно же, большинство еды нанесут ту или иную степень. Польза очень редко, когда бывает 100%, почти никогда, если только это не сорванное в вашем саду яблоко или какой-то другой плод. И почти никогда не бывает 0%, потому что все равно какая-то польза, белки, жиры, углеводы в еде есть, даже если она переработанная. Однако вы можете для себя определить, насколько конкретная еда, конкретный фрукт или какой-то другой продукт для вас полезен. Для этого вы берете в одну свою руку, ладонь, тот продукт, который вы хотите протестировать, другой, ставите маятник над ним и обращаетесь через этот маятник к своему высшему я и просите свое высшее я показать через этот инструмент, через маятник вам пользу конкретно этого продукта для вашего тела в этот момент, на здесь и сейчас. И задаете вопрос, что польза этого продукта для моего тела на здесь и сейчас выше 50% да или нет, он отвечает. Потом поднимаете планку, лучше идти напополам, то есть 50 на 50, выше 50, потом выше 75, да или нет. И дальше калибруете, если он сказал нет, например, вы дальше проверяете выше 60%, да или нет, соответственно у нас появляется вилка 60-75 и потихонечку вы находите то указание, которое есть. Разумеется, если продукт ниже 50, он уже не очень полезен вам и не стоит, наверное, на него тратить ресурсы организма на переваривание, а все, что выше 70%, это для вас наиболее полезные продукты. И маятник это лишь только инструмент интуитивного ощущения, интуитивного познания того, насколько этот продукт вам подходит. Но вы можете то же самое делать через себя, просто чувствуя отклик своего тела на тот или иной продукт. Здесь очень важно уйти от шаблонов того, как должно быть. В нашем сознании прописано, что завтрак это такой набор продуктов, обед это вот такой набор продуктов, там ужин другое, то есть еда по расписанию нас в нашем обществе этому мучат. На самом деле совершенно не обязательно. Кому-то достаточно один раз в день кушать, кому-то двух раз в день кушать, кому-то по чуть-чуть, несколько раз. И не обязательно именно в том ключе, в котором нас учат. То есть все может быть очень по-разному. Если вы начинаете просто слушать свое тело, то есть интуитивно питаться, вы выясните, что вам становится легче, комфортнее, и у вас уходят ментальные шаблоны и запреты на то, что можно и что нельзя кушать. И вы знаете, если вы будете думать, что вы сейчас начнете есть все время тортики, то это не так. Если вы даже попробуете, вы поймете, что вы не можете есть одно и то же все время, и ваше тело вам говорит, я не хочу, мне неприятно, мне невкусно, мне не откликается. И важно учитывать, что у нас есть не только физическое тело, но и эмоциональное тело. Иногда эмоциональному телу очень важно порадоваться каким-то вкусовым ощущениям. И это тоже очень ресурсно. Поэтому даже если что-то не такое супер уж прям полезное, если вы получаете достаточный эмоциональный поток от этого наполнения, то он вполне компенсирует какие-то физические нюансы. И потом наше физическое тело на самом деле настолько целостное и крепкое, что в конце концов это все вторично. Почему я об этом говорю? Потому что существует исследование долгожителей в мире, попытка обнаружить, чем же они похожи, и выясняется, что нет стопроцентной корреляции в состоянии молодости, длительного здоровья и продолжительности жизни с образом жизни, как выясняется. Есть люди, даже которые курят, употребляют алкоголь и при этом живут очень-очень долго. Есть люди, которые живут в горах, есть люди, которые живут возле моря, есть люди, которые питаются исключительно вегетарианскими рационами, есть мясоеды. И это не является обязательным показателем. Но преимущественно эти люди находятся в более спокойном состоянии, и обычно они живут на природе чаще всего, чем городские жители. Именно поэтому я считаю, что сознание приоритетнее, чем питание. И если ваше питание начинает отнимать слишком много вашего внимания, это для меня является отражением дисбаланса. Потому что в гармоничном состоянии питаться для тела это как дышать. Это естественно. Я захотела что-то скушать, я скушала, я не думаю об этом. Я не занимаюсь разбором внутри, что я буду есть на обед и на ужин. Я не занимаюсь постоянным контролем себя. Я просто двигаюсь легко и естественно. И при этом у меня бывают спонтанные периоды сыроедения, когда хочется посидеть на фруктах, на овощах. Бывают периоды, когда мне хочется животных белков. И даже когда я не устраиваю себе никаких там разгрузок и чисток, само по себе спонтанно мое тело любит фрукты и овощи. И это идет из интуитивного питания не исправилась. Того, что мое тело радуется салатикам, мое тело радуется каким-то сладким фруктикам, орешкам. И это естественное питание. В этом нет насилия, как часто бывает в традиционном сыроедении, когда человек прослушал какую-то информацию, загорелся идеей, что все, это видовое питание, надо так, у нас есть шкала градации, мы идем от сыроедения, к фрукторианству, к жидкому питанию, к фрукторианству. Я вам скажу, что большинство случаев это ложь и насилие. Я видела очень много способов, вариантов того, как люди себя разрешали, разрешали психически, физически. Я имею в виду случаи с потерей волос, ногтей, заболевания всевозможные. И это при всем при том, что то же самое сыроедение, если оно используется правильно, может исцелить человека от рака и от многих болезней. Просто очень важно все использовать по необходимости. Если у вас есть задача трансформировать свою болезнь, тогда сыроедение вам как нельзя лучше подходит для очищения. Но если вы занимаетесь постоянным очищением и не наполняете свой организм, тогда он начинает брать ресурсы из внутренних систем и начинает разрушать себя, потому что вы просто ему не даете достаточно питания. Я за срединный путь, я за то, чтобы идти в равновесии. И в моем понимании, что касается питания, и касается вибраций в том числе, это прежде всего состояние гармонии. Да, на каком-то этапе нужны полезные чистки и ваше тело само их попросит, если вы будете в эту сторону двигаться, вы сами изнутри в какой-то момент почувствуете, я хочу почистить свое тело. Тогда вы найдете необходимую информацию и проживете этот опыт. После чисток вы научитесь лучше себя слышать, лучше чувствовать свое тело, более интуитивно, точно и правильно выбирать для себя продукты, рацион питания, время приема пищи. И поймете, что оказывается, можно жить гораздо меньшим количеством пищи, оказывается, можно не заворачиваться насчет того, животное она или растительное, а можно просто слышать потребности. В моем пути, в моей жизни были опыты, когда мое тело начинало просить животную пищу, и сдавая анализы, я выясняла, что действительно у меня нехватка гемоглобина, то есть мой запрос на именно такое питание был абсолютно оправдан. И хотя, конечно же, сыроеды говорят, что наше тело все может выработать, и это абсолютно правда, она может выработать, но она не может это сделать в стрессе, она может это сделать только в гармонии. И если мое тело находится в стрессе, то лучше дать ему ту пищу, которую она сможет, она сможет переработать на этом этапе, а не разрушать его ментальным давлением, что должно быть вот так. Естественный путь, это когда вам перестает хотеться каких-то продуктов, когда вы живете по ощущению, и вам не хочется есть приготовленную пищу, не хочется есть хлеба, не хочется есть каких-то там искусственных вещей из пакетов, хочется есть больше живой пищи, и вам не нужен майонез, чтобы чувствовать вкус еды, или кетчуп, или всякие вот эти усилители вкуса, потому что ваше восприятие обостряется. И тогда это путь гармонии, тогда это путь как раз высоких вибраций, тогда это путь, когда вы слышите тело и тело вам говорит сегодня мне нужно вот это. Таково мое отношение к этим вещам. Что же касается одежды, то просто наблюдайте свои ощущения. Если девушка одевает мини-юбку и чувствует себя в ней легко и комфортно, окей, но если она, идя в ней по городу, чувствует, что она собирает слишком много ненужного внимания, и это начинает вызывать дискомфорт, тогда стоит прислушаться, быть может, и начать одевать что-то другое. Это касается всего, если вам нравится свое ощущение в полностью закрытой одежде, в длинных юбках, в длинных рукавах. У меня был период года три, когда я носила преимущественно такую одежду, мне это очень нравилось, с точки зрения ощущения, с точки зрения чувства защищенности и одновременно грации. Когда же я переехала на Бали, здесь слишком жарко, чтобы носить закрытые одежды, и я начала здесь носить и более короткие вещи, и вещи без рукавов, естественно. Поэтому во всем нужна гармония, во всем нужен поток, во всем нужна сонастройка со собой. Чувствовать себя, а не следовать догмам. Для меня вот именно в этом заключается путь повышения вибраций, то есть это путь не насилия, а путь устремления к любви, к любви к своему телу, к любви к окружающему пространству, к жизни, к людям, к Богу, к существованию. И что касается всего остального, то тоже руководствуемся теми же принципами. Естественно, все натуральное, предпочтительнее, чем искусственное. Естественно, пластик – это то, что отравляет наш океан, и если можно минимизировать его присутствие в вашей жизни, это очень благостно. Если вы можете носить в магазины, переносить оттуда не пакеты, а носить покупки в эко-беге, это хорошо. Если вы можете ограничить свое потребление каких-то искусственных продуктов, делайте все это. Это все то, что будет вас поддерживать. Но делайте это все в гармонии, а не в борьбе. И очень важно еще не осуждать тех, кто не действует так же, как и вы. Потому что осуждая кого-то, вы мгновенно впадаете в борьбу, и вы мгновенно, вибрационно падаете. Поэтому это не путь эволюции. Путь эволюции – это любовь, принятие и понимание, что всему свое время, всему свой срок, и каждая душа в свой момент дорастет до того или иного понимания. И если вы будете дергать другую душу, заставляя, пиная ее в развитии, то вы этим не достигнете своей цели, а только заработаете себе неприятие этого человека. Если взять цветок, который еще не раскрыт, и начать дергать его за лепестки, заставляя его раскрыться, то он не раскроется, а умрет. Вы точно так же человек. Если он еще не готов к пониманию, давление внешнее будет в нем вызывать только сопротивление, отторжение. И если говорить о более молодых душах, которым нужно пройти свой опыт в так называемом спящем состоянии, то им нужно дать это время. Вы же знаете, что дети лучше растут во сне. И вот на каком-то этапе более юным душам им необходим этот опыт погружения в маю, им необходим этот сон, им необходима эта игра для наработки своего опыта как души. И не нужно пытаться их будить, их время не пришло. Когда время придет, не потребуется усилие. Это все случится само по себе, естественным образом. Точно так же, как когда ребенок выспался, он просыпается. И вот так же точно, когда душа наигралась, когда она пришла уже к каким-то важным вопросам сакральным в своей жизни, она естественным образом начинает пробуждаться от этого сна и задаваться вопросами, как устроен этот мир, как все работает, как мне создавать большую гармонию в своей жизни. И тогда жизнь начинает меняться. Но вы не можете заставить другого человека это сделать, потому что он еще не прошел свой путь. И поэтому очень важно принимать пути других людей, важно принимать тот факт, что некоторым еще пока нужна агрессия, и это неплохо. Мы на это не смотрим сверху вниз, мы просто понимаем, что это кирпичик, который данная душа в своей стене, в своем доме еще не выстроила. Нужно идти с основания, нужно идти с познания базовых энергий выживания, базовых энергий борьбы, как проявление в этом физическом мире. И поэтому крышу невозможно ставить на землю, сначала нужны стены. И каждая душа находится на своем этапе. Кому-то нужны какие-то базовые кирпичики выстраивать, кому-то средние, кто-то уже дошел повыше и строит крышу. И это не про то, что кто-то лучше, а кто-то хуже, как ученик первого класса ни хуже, ни лучше, чем ученик одиннадцатого. Просто разные этапы, разные стадии. Напротив, более взрослые ученики, их задача поддерживать более маленьких в развитии и поддерживать не с позиции, а я эту ошибку совершил, а с пониманием, что всему свое время и что каждый может делать только то, что может на своем уровне, на своем этапе. И давать им именно то пространство любви, принятия и возможностей, которые поможут им вырасти. Это тоже, наверное, часть повышения вибраций, как отпускание борьбы с внешним миром, с его неправильностью. Чем более высокое сознание, тем больше человек видит совершенство и гармонию во всем, что есть. Тем большую картинку он видит, тем больше он понимает, что все в мире, абсолютно все в мире совершенно и божественно, ровно так, как оно есть. И я желаю вам каждому прийти к этому пониманию. Если вы хотите больше узнать о своем развитии, эволюции, о своем предназначении, о том, как исцелять себя и других, о том, как проживать разные вехи своей жизни более целостно, более качественно, я приглашаю вас присоединиться к моему проекту Клуб Эволюции Личности и Души и Все в Тебе, где у нас постоянно проходит огромное количество разных интересных событий, тренингов, встреч. И вы там можете брать ресурсы для своего развития, можете встречать озвученных высоковибрационных людей и получать ответы на свои вопросы, нужную информацию, нужную поддержку. Все ссылочки находятся внизу, если вам откликается эта информация, то вы всегда можете присоединиться к нам и двигаться вместе в едином потоке. Если вам понравилось это видео, то не забывайте делиться, не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Также вы можете задать мне вопросы под видео и я по возможности буду на них отвечать. А еще вы можете подписаться на инстаграм канала Тайны Жизни, там много полезной информации от разных мастеров, много полезного контента и все ссылочки тоже находятся внизу. Я желаю вам счастья, процветания, высоких вибраций, гармонии вашей реальности внутри и снаружи. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok